МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфирное время. Каналы ННТ продолжат новости 24 в студии Махач Курбанов. И вот что вы увидите сегодня в выпуске в коротком анонсе. Глава Дагестана Рамазан Абулатипов посетил строительную площадку исторического парка «Россия. Моя история». Супермаркет «Эхнатон» порадовал клиентов, расширив свою сеть. Победитель гонбольной лиги чемпионов Тимур Кибиров прибыл в Дагестан. Музей «Россия. Моя история» станет украшением столицы Дагестана. Такого мнения глава Дагестана Рамазан Абулатипов. Накануне он посетил строительную площадку исторического парка и проинспектировал ход работ. Официально музей откроют в День единства народов России 4 ноября. Культурно-исторический комплекс возводится на перекрестке улицы Доходаева и проспекта Имама Шамиля. По словам премьер-министра Абдуса Мадагамидова, строительство ведется строго по графику, а по некоторым видам работ и с опережением. Мы этот объект задумывали в 200-летию вступления Дагестана в составе России. Ну, может быть, не в таком варианте, но мы планировали такое сделать, как русско-дагестанский проект. Ну, хорошо, что федеральный центр предложил такой музей-исторический парк России. Это тоже важно, потому что мы находимся в русском, российском, культурном, историческом пространстве. И нам очень важно вот это нахождение. Нам очень важна интеграция в это пространство. Уже через месяц здесь появится большой и красивый центр, заявил по итогам осмотра глава региона. На высоком уровне будет представлена история культуры народов Дагестана. Жители республики получат возможность в интерактивном формате оживить страницы насыщенной истории своей страны. Радостная весть для тех, кто приобретает халал-продукцию. Супермаркет «Эхнатон» расширил свою сеть. Два новых магазина с одноименным названием появилось в столице Дагестана. Подробнее расскажет Абдулла Алиев. Супермаркет «Эхнатон» представляет собой довольно уютное место, где каждый без труда сможет найти для себя все нужное. Главное направление сети супермаркетов «Эхнатон» – продажи исключительно халал-продукции с отсутствием в составе вредных веществ и добавок. Когда заходишь в супермаркет, очень много того, что нельзя употреблять пищу с какими-то добавками продукции, или с пальмом, маслом, с карбином, с желатином. Поэтому всю эту продукцию в нашем магазине его нет. Это был первый шаг. Был сделан на «Хуршула-18А», который уже более 2,5 лет работает. И Абдулла успешно показала то, что в таких больших супермаркетах, что можно в направлении выбрать халал-продукции. Здесь стоит обратить внимание на молочную продукцию. Свежий товар заводится в магазины регулярно. О продуктах с истекающим сроком годности не может быть и речи. На прилавках вы сможете найти и домашние кисломолочные продукты. Особенность молочной продукции в том, что у нас чистый, 100% натуральный продукт. Мы стараемся, чтобы у нас продукция обновлялась. Каждый день у нас будет свежее молоко. Особенно черкейское молоко. У нас сметана, творог, сыворотка. Отзывы людей о супермаркете их на том, послам руководства, самые положительные. С самого открытия сюда начали стекаться покупатели. Сев один голос отмечает, придя в этот магазин, трудно уйти без покупок. Знаете, здесь очень большой ассортимент. И очень удобно заходить и находить все, что тебе нужно. Очень удобно. Вот здесь недалеко работаю, и мы всегда сюда ходим. Всегда. Вот нам подходит, чтобы именно здесь был этот супермаркет. Потому что поблизости вот такого формата супермаркета я еще не видела. А так мне понравилось. Мне цены понравились. Мне понравилось, как ужин на все. Я вообще-то просто так шлась, а вот набрала чего только. Не хотела. Все набрала. Что важно, сеть супермаркетовых на тон работает круглосуточно. Здесь полностью отсутствуют алкогольные и табачные изделия. Также стоит отметить, что супермаркет часто проводит разного рода акции. И участвует в благотворительных программах. В дальнейшем планируется открытие подобных магазинов и в других городах. Главные достоинства супермаркета «Эхнатон» – это, конечно же, профессиональное обслуживание. Низкие, доступные для всех граждан цены. Ну а самое главное – это широкий ассортимент продуктов. Здесь вы можете найти все самое нужное для вашего дома. Авдулла Алифнур, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Далее обзор коротких новостей от Алины Хасанбековой. Дербент признан одним из самых туристических древнейших городов России. Аналитическое агентство Турстат выявило самые популярные у туристов древнейшие города России, которым более тысячи лет со дня основания. Рейтинг составлен по результатам анализа информации региональных туристических офисов. В топ-10 самых древних туристических городов России попал и Дербент, который в 2015 году отметил свое 2000-летие со дня основания. Житель Дагестана погиб при спасении тонущей девушки из Москвы реки на пляже в российской столице. Инцидент произошел в Серебряном Бару на северо-западе Москвы. По некоторой информации известно, что 26-летний житель Дагестана Рашид Салахбеков, отдыхавший на пляже со своими коллегами, увидел, что девушка слишком далеко заплыла и бросился к ней. Ему удалось притянуть девушку ближе к берегу, где ее без чувств перехватили коллеги Рашида. Однако сам герой спастись не смог. Тело молодого человека нашли только на следующий день. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Автовокзалы Дагестана начнут работать по новым правилам. В России вступили в силу новые правила для автовокзалов, благодаря которым условия для пассажиров и водителей станут более удобными и комфортными. На автовокзалах, как и на железнодорожных и авиационных транспортных узлах, должны быть не только кассы и автоматы по продаже билетов. Теперь там обязательно должны быть установлены камеры хранения, здравпункт, а также комнаты отдыха водителей с местами для сидения. В Буйнакске погибли три человека при обвале берега на озере. Провалившаяся в воду береговая часть унесла за собой шестерых человек, пятерых детей и одного взрослого. Выбраться на берег самостоятельно сумели только три ребенка, остальные двое детей и взрослые ушли под воду. В результате поисково-спасательных мероприятий в озере были обнаружены и извлечены из воды тела троих погибших до прибытия спасательной службы. В Дагестан прибыл победитель гонбольной лиги чемпионов Тимур Дибиров. Прославленного спортсмена на родине торжественно встретили в аэропорту Махачкалы. Помимо этого чемпиона принял у себя председатель правительства республики Абдусамат Гамидов. Обо всем по порядку в нашем следующем сюжете. В столичном аэропорту именитого спортсмена встречали представители Министерства по физической культуре и спорту республики, администрация Ахваховского района и многочисленные земляки. В адрес Тимура Дибирова прозвучали поздравления с успешным выступлением в лиге чемпионов. На родину он прибыл вместе со своей супругой, серебряным призером Олимпиады в Пекине Ириной Полторацкой. Для нас большая честь всегда встречать легендарных спортсменов, чьи имена известны на планете Земля. Сегодня республика имеет и подготовила более 70 чемпионов и призеров Олимпийских игр. Я думаю, и серебряная медаль Пекине Игоря будет включена в копилку дагестанского спорта. Мы будем гордиться этим и, конечно, хотели пожелать также успех нашему Тимуру. Выходец из Ахваховского района Тимур Дибиров впервые помог своей команде, македонскому Вардару, выиграть самый представительный европейский клубный турнир. До этого Дибиров 10 раз выигрывал чемпионат России и является капитаном сборной страны. Я считаю, что сегодня мы не только Тимура и его семью встречаем в Дагестане, и этот день сегодня останется в памяти, как день открытия гонгбола в Дагестане. Я думаю, это новое слово, новый вид спорта, не новый вид спорта, а новое слово в спортивной жизни Дагестана останется на долгие-долгие годы. И тем не менее, мне очень приятно, что началом этого великолепного, интересного, темпераментного, горячего вида спорта закладывает наш земляк Тимур. А накануне с тетилованным спортсменом встречался председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов. Премьер-министр поблагодарил гостя за значительный вклад в развитие гонгбола на территории страны. Красиво я хотел бы выразить тебе от нас всех, от нашего народа, сказать спасибо за то, что ты на самом деле славишь нашу республику, славишь свой народ. Говоря о перспективах развития гонгбола, Абдусамад Гамидов выразил уверенность, что этот вид спорта привлечет немало сторонников. В мероприятии также приняли участие первый вице-премьер правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов, министр по физической культуре и спорту Республики Магомед Магомедов, глава Ахвахского района Магомед Загид Муслимов. Также во встрече участвовал отец спортсмена Магомед Дибиров. В свою очередь Тимур Дибиров остался доволен вниманием со стороны руководства Республики. Самое главное, я к вам попал. Вы же знаете, как я неравнодушен к вам. Думаю, самое главное, я приеду, попаду, вы меня поздравите. И все, потому что я еще мальчиком был. Олег постоянно у него время проводил. И с того времени смотрел, как вы ездили, болели за борцов. И думал, когда-то придется время, когда они из-за меня будут болеть. Вот видите, дошло время до этого. В завершении встречи председатель правительства вручил спортсмену именные часы, главы Республики Дагестан и почетную грамоту за заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения. Пожелав не останавливаться на достигнутом и идти вперед к новым победам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова